МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кирилл, здравствуйте. Экстремальный фотограф, очень необычная, даже опасная профессия. Расскажите, с чего началось ваше увлечение фотографией? Началось с того, что я увидел фотографии в интернете, подобные, как сейчас у меня, фотографии с высотных кранов башенных. И подумал, что я тоже хочу залезть. И осуществил эту мечту, залез, начал фотографировать. Тогда у меня был плохой фотоаппарат, объектив. То есть тогда фотографом вы еще не являлись? Я тогда не был фотографом, наделал каваки и кадры, все их успешно удалили охранники. И когда я их восстановил, посмотрел и подумал, что надо этим продолжать заниматься, если все продумать аккуратненько. И в дальнейшем как-то продвигаться в этом деле, может, какие-то фотовыставки устраивать, продавать фотографии. То есть очень понравилось мне это направление. Ну и все-таки как же потом продолжалось? У вас же творчество. Поначалу я был один в этом творчестве. Как бы одному куда-то залезать, фотографировать. Было скучно, я думал, что из-за этого ничего не получится. И тут совершенно по случайности я встречаю человека, который тоже интересуется, и он тоже с Севастополя. И как-то вместе мы начали фотографировать. То есть у вас такой творческий тандем образовался. Да, вдвоем веселее, и как-то у нас все удачно получалось. Мы залезали на самые высокие объекты в городе, и за пределами Крыма тоже залезали. И со временем я в Гонконг полетел, именно с этой целью, чтобы сделать экстремальные фотографии и потом продавать их на выставке. Ну а вот этот дух экстрима, у вас он изначально как-то был заложен? Да, я думаю, изначально. С детства я занимался прыжками, паркуром в 7 лет. И, может быть, от этого отложилась какая-то часть экстрима и перешла в акциональную фотографию. А родственникам своим вы показываете ваши фотографии? Поначалу я боялся показывать, так как мама всегда относилась к моим занятиям не очень серьезно. Ну просто у вас некоторые фото действительно выглядят очень опасно. Как они реагировали? Я начал им показывать все. Они поняли, что... Ну, когда я начал продавать фотографии, они поняли, что в этом есть какой-то успех. Но до сих пор не все фотографии они видели. И я думаю, это хорошо. Из уже сделанных вами работ есть какое-то самое любимое фото? Возможно, с ним связано какая-то история? Или это было очень необычное место? Необычных мест очень много было. Если говорить про Севастополь, два необычных места. Это, главное, труба Котельной в Камышевой бухте. Тогда был очень пасмурный и сильный ветер. И даже высокая труба, которая метров сто, она шаталась от ветра. И я фотографировал свои ноги, светив вниз в трубу. И очень боялся, что меня сдует. Все это без страховки, конечно. Но в итоге все получилось. И второе место – это Севастопольская телематча на проспекте Победы. Тогда тоже был сильный ветер. Очень пасмурно. И когда мы залезли наверх, увидели то, что там бегают овчарки и ходит охранник. И как-то стало не по себе. Но адреналин, конечно, зашкаливает. Вообще адреналин я не получаю от того, что залезаю. А сам адреналин идет от того, что тебе могут заметить, так как это все без спроса делается. То есть смело можно сделать вывод, что высоты вы не боитесь? Нет, адреналин нет высоты совсем. А есть какое-то место, куда бы хотелось отправиться? Может, есть уже мечты или планы на будущее? Да, очень хочу в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай. А почему именно туда? Ну, в последнее время я видел много фотографий оттуда с крыш небоскребов. И очень тоже хочется побывать. Да и сам город очень красивый. А есть какие-то главные составляющие уточного фото? Вот что должно быть на фото, чтобы оно вам понравилось? Наверное, какой-нибудь необычный ракурс, необычное место. Сейчас очень много фотографов развелось, и все они какие-то однотипные. То есть фотографируют только снизу. А если залезть повыше, то что-то будет новое, необычное. И мне кажется, это стоит развивать. А каждый раз, забираясь на такую высоту, не страшно? Нет, вообще не страшно. Никогда не было. А какие вам больше всего нравятся делать фотографии? Есть какое-то, может, направление, которым вы больше всего тяготеете? Больше всего, наверное, отрядная фотография. А что это такое? Это в детском лагере детей фотографировать. Я работал в Ордеке летом, и мне очень понравилось свое направление. Также я не люблю фотографировать портреты или свадьбы. Это вообще не мое, я пробовал. Чем же вам так не понравилось? Ну, это нужно иметь большую фантазию, нужно продумать образы, стиль. И постоянно находиться в движении, и я понял, что это не мое. Слушайте, на вашу работу, посмотришь, тоже можно подумать, что нужно иметь очень большую фантазию и очень много чего проработать. Ну, вот это как раз оказалось мое, и мне легко работать в таком направлении. Очень интересно спросить у фотографа. Вы сами как считаете? Вы фотогеничны? Да, фотогеничны. Я люблю, когда меня фотографируют, и с радостью. А что же необходимо начинающему фотографу, чтобы добиться успеха? Есть какие-то, может, секреты профессиональные, которые вы можете открыть? Да, опять же, он должен искать что-то свое, оригинальное, чтобы как-то выделиться. И больше читать информацию про фотографию, о том, с чего я там начинаю, с как, чтобы он знал азы. И тогда, может быть, что-то сможет, чего-то добиться. Ну, а фотограф, как вы считаете, он рождается или все время становишься ты фотографом? Я думаю, нет, можно стать. Вот я изначально не имел никакого отношения к фотографии, и потом как-то резко открыл себе эту способность. То есть было достаточно необычно, никогда не думал, что себя могло отнести к искусству. А что влияет на ценность фото, на ваш взгляд? Из чего она складывается? Ну, из правильной композиции должно быть, ну, четко передать объект, который ты фокусируешь, и вид красивый. Ну, как по мне, я больше ты фокусирую с высоты, архитектуру, и должно все захватывать. Не знаю, как сказать. Ну, главное, чтобы та задумка, которая была, она получилась, да? Да, так. А бывают такие случаи, вот в вашей практике, когда погодные условия, либо еще какие-то моменты мешают сделать фотографию, которая была изначально задумана? Да, определенно. Определенно такое было. Яркий случай был в Гонконге. Мы на одну и ту же крышу поднимались три раза, так как солнце, тень от солнца впадала на стенку, где я фотографировался. И эта тень портила кадр. А нужно было очень четко сделать кадр, и поэтому мы... То есть такие даже незначительные моменты очень влияют. Я серьезно отношусь к мелочам на фотографии, и вот эта тень совсем не устраивала, и приходилось три дня выделять, чтобы на эту крыжу попадать. То есть главное упорство и труд в вашей профессии. Да. Но без этого ничего не добьешься. А какую технику вы используете для создания экстремальной фотографии? Я использую простенький фотоаппарат Canon 600D и широкогольный объектив на 10-24 мм. И мне этого вполне достаточно. Ну, в дальнейшем я буду покупать уже профессиональный полнокадровый, но пока мне этого достаточно. То есть все-таки успех хорошей фотографии — это непачественное оборудование? Это зависит от профессиональной техники. То есть если ты умеешь что-то делать очень красивое на праздник фотоаппарат, то в дальнейшем будет успех большой. А есть у вас какие-то профессиональные секреты удачного кадра? Можете поделиться этим? Может, кто-то из наших телезрителей захочет резко схватить фотоаппарат и побежать что-то снять. Вот что сделать для того, чтобы кадр получился удачным? Ну, нужно иметь четкое представление, что ты хочешь сфотографировать, как-то придумать свое необычное, чтобы это выделилось. То есть экспериментировать, экспериментировать и еще раз экспериментировать. Да, нужно постоянно в поиске искать новые ракурсы, кадры, и тогда все получится. А очень важно соблюдать какие-то пропорции фотографий, чтобы горизонт был ровно красивый, либо можно отойти от этого всего? В этом направлении, я скажу, не обязательно держать ровно горизонт. Если это экстремальная фотография, где-то человек на краю, можно завалить горизонт, и фото будет тоже очень крутое. То есть можно не обращать на такие вот моменты? Да, в этом направлении можно не обращать. Но стараться держать ровно горизонт, если это пейзаж какой-то с высоты. А вот если бы не было такого направления, как экстремальная фотография, чем бы вы занимались? Наверное, я бы учился и работал по специальности. То есть фотографии все-таки отошли бы, да? Да. Только в поисках экстремальных, каких-то необычных фото, да? Вас вдохновляет именно этот процесс? Именно этот процесс, да. Что вы можете пожелать нашим телезрителям, которые тоже хотят попробовать себя в этом направлении? Ну, в первую очередь, я советую неподготовленным не повторять все, что я фотографирую. И если человек действительно этого хочет, он подготовлен, он залезет. Бессмысленно залезть фотографировать и подражать. Не советую. Я с этим сталкивался. Много людей, можно сказать, последователей, после моих фотографий полезли тоже наверх. И что-то фотографируют, присылают. А я смотрю, это вообще не фотография, а некачественная. И самый большой минус, после них все эти места, в них просто невозможно попасть. Где-то закрывают, где-то лестницы пожарные обрывают. То есть вот такой нарушитель все-таки общественного порядка. Чуть-чуть, да. Ну, обычно никто не ожидает, что кто-то наверх залезет. Подумаешь, там полиция тебя увезет, там поддержит 30 минут в участке, зато у тебя фотографии будут красивые. И история. Мои снимки, вот, как я показывал, некоторые говорят, Ну, и что, фотография там с крыши, ну, красивые все. Они же не знают историю. Каждый снимок, он обладает историей, как мне не просто эти снимки даются. А может, расскажете нашим телезрителям какую-то интересную историю? Вот летом я выезжал в Украину, в Запорожье. Там есть посередине реки Днепр самый высокий кран, 200 метров, с поднятой стрелой вверх. И чтобы туда добраться, нужно было арендовать байдарку, доплыть до этого места и залезть. И все это без страховки. И ты стоишь на самой верхушке стрелы крана, а под тобой 200 метров высоты, и потом еще река Днепр. И вот такие кадры. Вот ты покажешь, ну и что за лес. А никто же не знает, как я это, да что я плыл, залез. Ну, тяжело это дается все. То есть, действительно, это результат очень большого трудоемкого процесса. Да. Ну, к сожалению, время нашей передачи уже истекло. Спасибо вам большое, что пришли. Творческого вам вдохновения, успехов. Будем ждать с нетерпением новых красивых и ярких фотографий. Напомним, у нас в гостях был экстремальный фотограф Кирилл Цибаненко. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»